Один из самых ярких примеров такого вот очень характерного речи-испускания с полностью отключенным мозгом, это политолог, военный аналитик Игорь Коротченко. Урсула фон дер Ляйен была таким Риббентропом в юбке, то сегодня это Адольф Гитлер в юбке, та самая белокурая бестия, которая призывает к новой войне. В практическом плане что означают ее призывы? Я думаю, что часть европейских элит, во-первых, опасаясь того, какие решения может принять Трамп в случае победы на президентских выборах в США, заранее продумывают варианты стратегической автономии Евросоюза в военном плане от США. Для того, чтобы иметь свободу действий, свободу рук для продолжения противостояния с Россией. Собственно, для этого предназначена ее идея создать из Евросоюза, я напомню, это прежде всего политико-экономический союз, превратить его де-факто в военный блок. Ну, на первом этапе она предлагает создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны, полностью интегрированную. Ну, а в дальнейшем мы понимаем, что это подготовка к новой войне, для чего Европе нужен противовоздушный щит, для того, чтобы обезопасить себя от ответных действий России после того, как Европа пойдет в атаку. А такая атака, она более чем вероятна? Ну, смотрите, хорошо. Вот Коротченко навесил на Урсуров фон дер Ляйен ярлык. Адольф Гитлер в юбке. С таким же успехом, вот точно с таким же успехом, можно было ее назвать Чингисханом, ну или, например, Бетховеном, Моцартом, ну кем угодно. С таким же уровнем доказательности. То есть создание общеевропейской системы ПВО для обороны Европейского Союза Коротченко называет призывом к войне. Ну, понимаете, это примерно то же самое, что если человек, например, устанавливает на своей машине противоугонную систему, то это обвинить его в том, что он собирается угонять другие машины. Ну, логика примерно такая же. То есть, если человек делает в своей квартире сигнализацию, это значит, что он собирается грабить соседнюю квартиру. Ну, примерно такая же логика. То в тех же самых программах, в которых постоянно участвует Коротченко, постоянно присутствуют призывы к уничтожению стран, городов, континентов и так далее. Ну, тут все замечательно. И после этого они удивляются, что от них кто-то собирается защищаться. Война идет уже третий год. И без особых успехов для путинского рейха. И стало очевидным, что все вот это вот хваленое оружие, баллистические ракеты, страшные какие-то названия, калибры, искандеры и так далее, да, они, конечно, смертоносны, но они не являются, ни одно из них не является чудо-оружием, а некоторые вообще не существуют. Вот недавно, буквально в предыдущем выпуске программы «Медиафрения» я показывал, как тот же самый Соловьев, который постоянно хвалился, произносил вот эти вот названия «Сармат», «Посейдон», просто как заклинания какие-то. И после этого он страшно удивлялся, а где же этот «Посейдон»? Почему же нам про него все время рассказывали и никак его не покажут? Где же он вообще? Существует ли он, помимо, так сказать, божества античного? И вот, казалось бы, в этих условиях, когда вот уже, ну все, все уже понятно, вот эта вот шапкозакидательская риторика, она должна была бы уйти в прошлое, но нет, все еще грозят Западу теми ракетами, которые магическим образом все уничтожат, ну а нам за это, ну совсем-совсем ничего не будет. Еще раз вернемся к Каменике. Там всеми ядерными силами НАТО будет управлять США. И если США думают, что те ракеты, которые полетят с Европы в сторону Российской Федерации, не дай бог, да, что им ничего не достанется? Достанется. И тем, кто стрелял, и тем, кто принимал решения. Наверное, именно с этим вызвано их такое беспокойство. Ну, как говорится, больно всем, и всем достанется. Есть, конечно, у нас такая очень шуточная песня, помните, там, медленно ракеты уплывают вдаль. Вот им нужно ее почаще слушать, там говорится и про Америку, и про Европу. У нас ракеты, в отличие от американцев, которые свои баллистические ракеты стали называть почему-то гиперзвуковыми, у нас другие гиперзвуковые лет. Подлетное время до Европы, это 5-7 минут. 5 до Лондона и 7 минут до Лиссабона. До Америки, ну, примерно столько же, сколько если лететь из Европы к нам. Ну, понятное дело, мы эти ракеты будем сбивать. Смогут ли американцы? Вряд ли. Изумительная аналитика. До Америки им лететь столько же, сколько из Европы к нам. И самое главное, они, конечно, ничего не собьют. А мы-то, конечно, собьем их все. Но мы видим, как работает российское ПВО. Почему-то все время что-то загорается, что-то попадает. Причем речь идет не о американских ракетах, а об украинских дронах. Или о тех ракетах, которые сами украинцы изобретают. То есть, на самом деле, как бы все разговоры о решительной битве с НАТО, ну, они становятся издевательством. Но, тем не менее. Ну, и, наконец, снова о скрепах и о семейных ценностях. На этот раз семейные ценности в изложении имама Тимура Камаева, который дает публичный мастер-класс о том, как правильно надо бить жену. Надо всегда совещевание, то есть, стараться объяснить жене, что так делать нельзя, что красивым языком, с хайкметом всегда надо разговаривать. Если это не понимается, следующий этап идет, как мы в аяте видим, это разделение спального ложа. То есть, это уже должно дать жене задуматься, что она что-то делает не так. Ну, когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, то есть в аяте, как и указано, побивание. Но здесь надо понимать термин побивание и избивание – это разные вещи. Побивание – это говорится не о том, что надо как-то травмировать свою жену, еще что-то. Здесь побивание имеется в виду, что жена, во-первых, должна понять, что она делает что-то не так. В каком плане, например, есть мисвак, палочка маленькая, которая мусульман, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно. И что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку. Интересно, а есть где-то мастер-класс, как бить имамов? Очень бы хотелось такой симметричный, симметричный мастер-класс. Вообще, на самом деле, конечно, в условиях сегодняшней России пропагандировать вот такое, тут как бы можно и нарваться. Вот, вообще потрясающе совершенно. В сегодняшнем, в 21 веке, вот как правильно бить жену? Не от плеча, а от локтя. Особенно в условиях массового семейного насилия. Это звучит совершенно чудовищно. Ну и в завершении, одна из самых популярных тем в российском телевизоре, в российских СМИ, это уголок жаба-гадюкинга. Вот сейчас мне приходит постоянное уведомление, какие-то там русское национальное государство, мы за русских. Вот я вот зачитаю фрагмент, это про Юлю Витязеву, я сейчас просто невозможно это даже наблюдать дальше. Значит, как пишут, «Новиопов объединяет одно одновременный страх и ненависть к русским». Я вас хочу спросить, это кто русских ненавидит? Это вы кому навешиваете? Нам? Мне глубоко, русскому человеку. Я полковник и русский офицер. Я не сказал ничего плохого про свою национальность. Я всю свою жизнь от начала до конца отдал России, русскому народу. А вы-ки шлялись, я знаю биографию каждого из вас. Отребия криминальные собрали вас в подворотен, завербовали, и сегодня вы гоните на мою страну. Вы все анонимные телеграм-каналы, которые ненавидят Россию. У вас одна задача – бросить Россию в кровавую бойню, больше вам ничего не нужно. Дальше пишите «Одесская алкоголичка Витязева». Слышь, ты, появись только. Я лично напишу заявление на эти телеграм-каналы. Я лично буду добиваться, чтобы за Юлю три шкуры с вас снять. Потому что Юля столько пережила, столько перенесла на себе. Ни одному из вас во сне это не снилось. Пишите вы о каком-то абстрактном шовинизме со стороны русских. Чего вы уцепились-то? Кто русских трогает? Русские люди русских не трогают. А вот вы, неизвестные, инкогнито, разгоняющие ненависть в нашей стране, вы трогаете. Генеральный прокурор Краснов уже обратил на это внимание, публично об этом сказал. Просто нужны действия по отношению к вам. Дальше вы пишете. Русский человек по натуре своей добрый, не желает никому зла. Это кто пишет? Авторство напишите. Вы, нелюдь, не знаете русский народ. Русский народ знают те, о ком буквально через 10 минут мы будем говорить с Орловым здесь в студии. Это был Жаба Гадюкин к восполнению господина Корноухова, одного из самых мерзких стукачей. Существующих в российском телевизоре. Такой подручный Соловьева. У него на подхвате выступающий. Для тех, кто не очень в теме, это была такая пятиминутка ненависти в связи с тем, что по мере продолжения войны, по мере того, что война становится все менее успешной, внутри вот этого, так сказать, рашистского фашистского лагеря все больше и больше обозначаются противоречия. И между Z-блогерами патриотическими и российским телевизором, внутри вот этого рашистского лагеря, между военкорами с одной стороны и, значит, российскими пропагандистами, которые дальше от линии фронта, и поэтому они в значительно меньшей степени зависят от того, что происходит на фронте, между ними начинают, и не то, что начинают, а обостряются противоречия. Ну, вот в какой-то степени то, что сейчас мы видели в исполнении провокатора и стукача Корнаухова, это в какой-то степени проявление вот этого вот жаба-гадюкинга, который все больше и больше проявляется наружу. Все больше и больше вот это вот все выходит на белый свет. Это проявляется и в арестах, это проявляется и в том, что различные кланы между собой воюют, вот это все такие вот трещинки, которые трещины серьезные, которые в конечном итоге неизбежно приведут к развалу, третьему окончательному развалу Российской империи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова